когда много людей подписаны на наши каналы то то это показывает что действительно есть интерес к торе показывает что изучать тору важно и новые люди они тоже подписываются более охотно чек так устроен что он идет за большинством хотя это совершенно не показатель правильности какой-то идеи потому что бывает что большинство думает что земля плоская она круглая представляете и когда меньшинство кто-то один-два человека говорят что она круглая то большинство они прям возмущаются возмущаются они говорят ты что не вижу на плоская поэтому большинство не всегда права а чаще даже не права я скажу вам так что что многие люди которые достигали каких-то сверх результатов они руководствовали своей жизни принципом посмотреть что делает большинство и так не делай делай по-другому поэтому поэтому значит но если мы хотим чтобы большинство служило всевышнему и знала о боге и соблюдала заповеди то конечно большинство идет за большинством то есть в этом вот как раз и ошибка такая да большинство идет за большинством хорошо мы находимся в недельной главе вает ханан и вайт ханан это и взмолился начинается эта глава словами байт ханан эля шем баэта или мор маша рабы ну моисей перед смертью последняя неделя у него остается до ухода из этого мира он последнюю неделю подводит итог своей жизни подводит итог вообще в тому что произошло после что интересно после исхода из египта начался новый этап вообще в судьбах мира значит до дарования торы до дарования торы управление миром шло по по одному какому-то по одной системе скажем так да вот например сейчас мы входим мы с вами входим сейчас в переломный момент в истории человечества вот мы просто даже как-то сидим думаем ну там 23 год до какой-то 2023 год сегодня у нас 23 июля о смотрите 23 июля 23 год а это вообще переломный момент в истории человечества появился сейчас искусственный интеллект который полностью поменяет вообще ну как бы судьбы мира мы уже застали вообще появление интернета наше поколение мы с вами находимся в поколении о котором говорилось в пророках что машиах придет когда будет поколение дарды а когда наполнится вся земля знанием это самый яркий показатель близости перехода наше ха приход наше ха это переход мира в следующий этап да то есть это будет как переход на следующий уровень и когда на этот переход наступит в талмуде задается этот вопрос или аванави он говорит киши от суммы анеха ахутса когда выйдут твои источники наружу что за источники выйдут наружу теперь и в пророке я не помню кто из пророков он сказал что когда наполнится вся земля до знания теперь что получается мы живем с вами в эпоху интернета не было никогда за всю историю человечества доступа к знаниям такого легкого как сейчас раньше единственный доступ был к знаниям это библиотеки а еще знаете сколько лет назад тысяч получается лет 500 назад когда книга печатание как бы вошло в мир где-то тысячу получается пятисотый год до где-то 500 лет назад вообще появилась книга печатания теперь когда появилась книга печатать до этого были списки переписывали вручную книги хранились эти цветки в каких-то библиотеках то есть было реально как бы было сложно не было доступа к знаниям потом они были книги только в библиотеках в университетах и большинство людей на земле были полностью безграмотные знаете когда большинство людей на земле стали грамотными всего лишь около 120 лет назад до до 120 лет назад большинство людей в мире подавляющее большинство были безграмотные не могли читать и писать представляете Теперь 120 лет назад была первая технологическая революция И мир начал двигаться, двигаться, двигаться Куда пришел мир? Мир пришел к Первой мировой войне, Второй мировой войне То есть зло усилилось невероятно и добро усилилось Теперь в итоге, значит, мы пришли Вторая технологическая революция Это как раз появление интернета Компьютера в интернете Это 1974 всего год Я родился, когда появились компьютеры И чуть позже появился интернет И это полностью изменило структуру мира А теперь появился, мы с вами живем сейчас Когда появился искусственный интеллект Который еще раз изменит структуру мира И чуть-чуть нам осталось до квантового компьютера Который полностью сделает мир другим Вообще, вот просто Вообще другим кардинально Другим станет мир в ближайшие 5-7 лет Что получается? Что мы видим вот эти вот изменения Изменения такие прям кардинальные Трансформационные в мире Так вот, дарование Тора было еще более кардинальным И трансформационным изменением в судьбе мира В духовном плане То есть до этого момента Был выход в духовный мир Только был выход у каких-то единичных людей Которые посвящали этому жизнь Как были какие-то мади Какие-то были такие вот магические жрецы Там всякие, да И, значит, эти мади, жрецы Они заходили туда Кто-то были, конечно, аферисты Как есть в наше время Тоже есть ясновидящие Которые вообще просто Вот такие аферисты Как есть Это самое Передача была Битва экстрасенсов И одна такая там Разложила свои причиндалы Нужно было что-то найти Стоянка Полная машина И там в одной машине был спрятан Значит, карлик Ее спрашивают Ну, где карлик? Она такая Свечи жгла Заклинания говорила Говорит Все, я знаю Они говорят Ну, где он? Она говорит Он где-то здесь Значит, есть такие Жрецы и ясновидящие А были, которые Как Авраам Который изучил Все идолопоклонство Которое было Он был такой человек Который хотел просто Добраться до самого-самого Центра Вот этого главного бункера Понять Ну, где же Кто же управляет миром И Авраам Он дошел до Всевышнего Потом был его сын Ицхак Потом был сын Яков Двенадцать сыновей Иосиф Иосиф праведник Но это все было до дарования Тора Это были единицы Которые Которые И Тро, например Был тоже великий Такой он был Жрец Который медианский Белям И так далее То есть были единицы Передал Всему миру Он в конце своей жизни Последние семь дней Он подводит итог И вот он говорит Такую вещь Ветханан Эля Шем Бе Таи Говоря И я взмолился Перед Богом В это время Говоря Те, кто читают На иврите Да, изучая Тору На иврите На том языке Которым был сотворен мир Вот эти вот Двадцать две буквы Это как код Это определенный код Каждая буква Имеет цифровое значение Специальное написание Там Ну все Все вот в этих буквах Имеет огромный смысл И когда Написано Вот это имя Всевышнего Юткей вавкей Которое нельзя произносить Потому что Бог сказал В десяти заповедях Не произноси Мои имена впустую То есть Произнесение имя Всевышнего Включает Какие-то В духовном мире Огромные-огромные Процессы И вот это имя Вообще нельзя произносить Но оно записано Четырьмя буквами Юткей вавкей Тоже Я неправильно сказал Специально Когда их произносят Произносят эти буквы Неправильно Чтобы Те, кто знают А они поймут А те, кто не знают Они не поймут И вот значит Ну Я вам могу сейчас сказать Что если Взять слова Три слова Было Есть И будет И сложить эти три слова В одно Получится Похожее слово На вот эти На эти четыре буквы Еще есть один намек Очень интересный Что числовое значение Этих четырех букв Двадцать шесть Двадцать шесть Вот это вот имя Всевышнего Которое творец Мироздания А Тора была дарована Если мы посчитаем От Адама Решона От первого человека До Моисея Моисея был двадцать шестое поколение От Адама Решона Мы знаем все поколения То есть Имя Всевышнего Это числовое значение Двадцать шесть Маошера Бейну Это было двадцать шестое поколение От первого человека Сотворения Теперь дальше Что интересно Тринадцать Тринадцать Это числовое значение Ава Любовь Да Слово Ава Любовь Это тринадцать Числовое значение И один Эхад Что Бог один Числовое значение Слово Эхад Тоже тринадцать Если мы сложим 13, любовь и эхад, Всевышний это два его самых, что он единый и он любовь, да, то есть любовь это давание, он добро давание, получается тоже 26, очень интересно. И вот Машер Абену говорит еврейскому народу тогда и всем нам говорит, и взмолился я Богу в это время говоря. Судья, значит тут опять идут два имени Всевышнего, одно о котором мы уже говорили, но в этом случае оно произносится как Судья, то есть здесь интересно, что у Всевышнего есть вот это вот качество давания, да, то что он дает всему миру в жизни. И есть структура, где он ограничивает какими-то рамками законов природы и духовных законов, он ограничивает вот эту вот жизнь, да, жизненную энергию. И здесь используются оба этих имени и Машер Абену говорит, я, в чем была его молитва, ты уже начал показывать рабу твоему, то есть Машер Абену про себя говорит, ты уже начал показывать рабу твоему, величие твое и руку твою сильную, что кто Бог на небесах и на земле, который делает как твои дела и как твое могущество. То есть, что он имел ввиду? Значит, он имел ввиду, что когда еврейский народ подошел уже к земле Израиля, рядом было два государства. Там, где сейчас страна Иордания, там была такая узкая полосочка, и там жили народы Моав и Омон, два маленьких народа, которые произошли от племянника Авраама Лота. И вот эти два маленьких народа, они жили прямо вот где Мертвое море, вот такая узкая полосочка, там где сейчас Иордания. А справа от них жило два огромных государства, которые были очень сильные и которые возглавляли как Спарта, да, потом вот если сравнивать как Спарта. И одно из них возглавлял Ок, а второе Сихон. Это было два царя, которые были мади там, которые произошли от великанов, которые еще были до потопа. То есть там были очень такие два воинственных государства, и когда еврейский народ подошел, вначале один вышел войной на евреев, и еврейский народ просто их стерли, и второе, и тоже они их стерли. И Маше говорит Богу, смотри, ты мне сказал, что я не зайду в землю Израиля, но ты уже начал показывать свое могущество, ну ты же Бог, ты же хозяин мироздания, ну дай мне. То есть ты мне сказал, иди в Египет, выведи евреевский народ, я пошел, вывел, а теперь я не могу зайти. Это вот была молитва Машарабену. И он его просит, Эбрана, пожалуйста, переведи меня и покажи мне землю хорошую, которая за рекой Иорден. То есть вот так вот идет, как бы, земля Израиля, Израиль идет вдоль моря, и вот так вот идет, как бы, параллельно морю река Иорден. Потом идет, вот тут вот полосочка, это Иордания, а потом были вот эти вот Ока и Сихон, а внизу Египет. И он Машарабену Богу говорит, я молился и просил, дай мне перейти реку Иорден и увидеть гору прекрасную, имеется в виду Иерусалим, на которой будет стоять храм. В Эа Ливанон. И Ливанон это условное обозначение храма. Он говорит, я хочу видеть вот это главное место мира, которое связывает духовный и материальный мир. Это храмовая гора. Я хочу на этом месте побывать, да. И значит, и он это говорит уже евреям, он говорит, но Бог сказал мне нет. Сказал он мне нет из-за вас, он говорит. И не слушал он меня. И сказал Бог, и сказал Бог мне, хватит тебе, не продолжай молиться об этом. Вот здесь очень интересно, очень интересно вот эта фраза, Машарабену сказал, из-за вас. Меня Бог не перевел. Как бы выглядит это на первый взгляд примерно точно так же, как первый человек, когда Бог ему сказал, как же ты ел от дерева, которое я сказал тебе не есть от него, а ты от него ел. А он говорит, это не я, это жена, которую ты дал мне. Я от дерева не ел, от нее ел. Она сорвала, дала мне, я ел. Я чист перед тобой. Это было как бы снятие с себя ответственности. И здесь это выглядит, что Машарабену, когда он говорил еврейскому народу, что он не зайдет в землю Израиля, он им сказал, из-за вас. Это выглядело как будто бы он снял с себя ответственность. Но есть очень хороший, интересный комментарий, Раф Джонатан Сакс. Он объясняет так. Он говорит, что Машарабену, он был полностью отражением того поколения. Вот этот вот вечный спор, кто является лидер народа или лидер страны, он их ведет или он является каждый народ достоин своего лидера. То есть он является их отражением. Здесь мы видим, что Машарабену, когда Бог его посылал возле горящего куста идти к еврейскому народу в Египет, еврейский народ был к тому времени 210 лет в рабстве. И они были рабами, они были полностью угнетенными вообще-то. И просто, ну, просто, ну вот, даже негры, которые в Америке были рабами, они были в лучшем положении, чем евреи в Египте. То есть у них полностью была стерта личность, стерто все. И Машарабену, когда шел к ним, он Богу говорит, я косноязычный, зачем ты меня посылаешь? Я, как я буду с ними разговаривать вообще, да? Ну, то есть я не могу сказать. Ло еш двори манухи. Он сказал, я не человек слов. Теперь Бог ему говорит, а ты что думаешь, что ты разговариваешь? Это я через тебя разговариваю. То есть тот, кто дал человеку речь, так он уже через тебя, я поговорю через тебя. Ты иди. Возникает вопрос, почему все-таки Машарабену именно он был избран, да? Есть объяснение, что он был, то есть, ну, сейчас я не буду уходить, был на эту тему урок. Но Всевышний через него, значит, зашел он в Египет. И потом интересно, когда через год казни Машарабену с каждым разом он становился все более мощным, все более сильным и так далее. Потом, когда вышли из Египта и перешли море, он сказал, Азия, Шермушевна, Исраэль, это Шеразот. Он вдруг начал говорить стихами. Есть в Торе прям песня, которую Машарабену говорил, и народ за ним повторял, когда они прошли сквозь море. То есть они поднялись на ступень пророчества все. И Машарабену, он был как бы отражением. То есть он был ровно вместе всегда с еврейским народом. И когда он сказал, что это из-за вас я не зашел, говорит Джонатан Сакс, что он был очень связан, он был конкретно отражением того поколения. Если они за свои грехи, за то, что они отказались зайти в землю Израиля, были присуждены в 40 лет оставаться в пустыне, чтобы умерло то поколение, не могло бы так, что Машарабену зайдет, а они не зайдут. Он был конкретно лидер того поколения. И он, когда он говорил, я не зайду из-за вас, имелось в виду, да, я не зайду из-за вас. Не может такого быть, чтобы вы не зашли, а я зашел. Теперь, значит, ну и Бог сказал мне, прикажи Иушуа и усилий его, чтобы он был сильным, чтобы он был, как бы, такой, в Эхаскеу, в Амсеу сильным во всех правлениях. Есть Омс, это сила такая духа, а Хозак, это сила, ну, сила тела. Два разных оттенка силы. Что он переведет народ через реку Иорден и так далее. И, значит, ну, Бог сказал мне, чтобы я поднялся на гору, поднялся на гору, показал мне всю землю Израиля, все. И теперь он говорит, вот последние слова он говорит такие. Ваата Исраэль, это очень важно. И теперь он говорит, Израиль, слушай постановления и законы, которые я обучаю вас, чтобы вы их делали. Для того, чтобы вы жили и зашли вы и унаследовали землю, которую Бог Всесильный Отцов ваших дает вам. Не добавляйте ничего к Торе, к тому, что я вам приказываю сегодня, и не убеньшайте ничего от нее. Сохраняйте все заповеди Бога Всесильного вашего, которые я приказываю вам. Ваши глаза видят все, что сделал Бог, когда начали поклоняться идолам Бальпиор, до этого была ситуация, то есть умерло сразу от эпидемии 24 тысячи человек. Потому что каждый человек, который шел за этим Бальпиором, за этим идолом, его уничтожил Бог Всесильный из вашей среды. И веатем, а вы, адвитим веатеной элоехем, а вы, которые прилеплены к Богу Всесильному вашему, хаим кулхем айом. Живы вы все сегодня. Живы вы все сегодня. Значит, это вот важная фраза, которую произносят каждый раз, когда читают Тору в Синагоге. В понедельник и в четверг читают начало каждой новой главы и в субботу. И когда выносят Тору, обязательно говорят вот эту фразу. Веатем и вы, которые прилеплены к Богу Всесильному вашему, а как к нему прилепиться? Он же Бог через изучение Торы, через изучение его воли. Хаим кулхем айом. Живы все айом. Сейчас. Сегодня, сейчас. То есть для того человека, который прилепляется к Торе, он к Богу через Тору, он прилепляется к вечности. Он как бы соединяется с вечностью. И все живы сегодня. Значит, здесь как раз интересная есть история, когда возник Израиль в Организации Объединенных Наций, постановили, что будет Израиль. И все арабские государства в день объявления Декларации Независимости Израиля, возникновения Израиля, с согласия ООН, все страны мира признали, что Израиль может здесь находиться, вернуться на свою землю. Все арабские страны в тот же день объявили войну Израилю и напали на Израиль. И, значит, Израиль была война за независимость, потом была война 67-го года, шестидневная война 73-го года, война Юн-Тибура. И все время, как бы, арабский мир не признавал право Израиля на существование. Сейчас вот эти вот соглашения Авраама, интересно это как назвали, да, что соглашение Авраама, что ведь мы же двоюродные братья с арабами, да, и должны, ну, вроде бы, они признали существование Израиля, все. Теперь, значит, остались только персы, которые, которые, они больше мусульмане, чем арабы, это Иран, они персы по национальности, которые приняли ислам шиитского толка, то есть настоящие, ну, те, которые мусульмане, которые находятся там, где жил Мухаммед, пророк Мухаммед в Меке, в Медине, они, они как раз установили мир с Израилем. А шииты, которые, которые вот Иран, они хотят уничтожить Израиль. Но не важно, важно другое. Когда все эти годы в ООН, значит, происходят разные, разные конфликтные ситуации, и когда-то, я слышал такую историю, то, что когда-то один, один арабский лидер, он говорит Бен-Гуриону, вы захватили эту землю. Бен-Гурион ему говорит, нет, говорит, мы не захватили эту землю. Наше право на эту землю, оно находится вот здесь, показывая, там лежала Библия, он говорит, вот та Библия, на которой клянутся там в судах люди, на которой принимают присягу президента Америки, та Библия, в которой, ну, которая святая книга для всего мира, то там написано, что земля Израиля принадлежит народу Израиля, Иерусалим, ну, все написано. И это наше право на эту землю. И этот арабский лидер, он сказал очень красивую вещь. Он говорит, вы, говорит, не можете размахивать листиком, вырванным из книги. Там написано, что эту землю вам Бог дает на условиях соблюдения законов. Прямо написано везде, там, где написано, что Бог дает вам эту землю, написано, что он ее дает на условиях соблюдения законов Торы. Поэтому, говорит, если Бен-Гурион, он был основатель такого, ну, нерелигиозного государства, хотя установили статус-кво, какой-то с религией, все, сейчас государство становится все более и более религиозное, все больше религиозных людей возвращается к Торе к соблюдению заповедей, но на старте это было, очень мало было религий в государстве Израиля. И, значит, вот такая вот была красивая фраза этого, этого лидера арабского, да, что говорит, да, действительно, если вы утверждаете, что это ваше право на землю Израиля, нельзя размахивать одним листиком, вырванным из Библии, из Торы. Там, там есть еще много листов на условии соблюдения заповедей, вам дана эта земля. Хорошо, теперь Мишлей. Мишлей, притча царя Славуна, сегодня 23-я, 23-я глава, и в 23-й главе мы сейчас разберем всего лишь три отрывка, есть три отрывка в 23-й главе, которые, на которые я хотел обратить внимание, хотя здесь есть очень много, например, весь конец главы посвящен описанию того, как алкоголь, разрушающий, действует на мозг человека и на его жизнь. Это начало, это конец, конец главы. Начало главы очень много царь Соломон дает нам моделей, таких прям правил, как вести себя с людьми, которые власть придержащие, власть, властители, какие-то там олигархи и так далее, как с ними себя правильно вести. Но я хотел обратить внимание все-таки на четвертый отрывок 17-й и 23-й, да, в этой главе, значит, 4-й, 17-й и 23-й. Я пошлю потом в канал Воикра, в Телеграме, я пошлю эти отрывки с комментариями, так что подпишитесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны в Телеграме, то обязательно подпишитесь. И там есть, обратите внимание, есть у нас еще отдельный бот, называется онлайн-школа «Жизнь по Торе». И там мы собрали все уроки, которые мы записали по выполнению заповедей, то есть там уже те, кто хотят глубже учиться, они могут зайти в этот бот, и в этом боте учить уже Тору, мы будем добавлять, добавлять туда уроки очень полезные, нужные. То есть у нас идет один Телеграм-канал, в котором мы мы даем много интересной информации о Торе, о Торе, да, вот я считаю, что мои уроки, они больше о Торе. А есть отдельный бот, который называется онлайн-школа «Жизнь по Торе», где уже те, кто поняли, что надо жить по Торе, они могут глубже изучать Тору, изучать заповеди. Значит, третья глава, третий отрывок 23 главы написано так, вернее, четвертый, четвертый. «Аль-ти-гали-ашир ми-бина-дха-хадаль» «Не старайся разбогатеть от… оставляя занятие мудростью и логику». Значит, бина – это качество ума, которое позволяет углубляться в реальность и понимать вещь из вещей, причинно-следственной связи. Изучение Торы в Мишле, например, или Талмуд вообще особенно развивают качество бина. То есть, ты начинаешь понимать в глубину вещь из вещей. Ты заходишь в причинно-следственные связи, ты проверяешь. То есть, в изучении Талмуда больше всего развивается качество ума, логика, бина. Теперь, у человека всегда есть выбор, да, чем в жизни заниматься. Большинство людей выбирают заниматься чем? Большинство людей вообще не выбирают. То есть, их с детства приучили обществу, родителям и как бы власть придержащим выгодно у человека, чтобы атрофировалось умение решать, чем ему заниматься. Потому что люди, которые решают, принимают решения, ставят цели, инициативные, они власти не нужны. То есть, все власти мучшие, они хотят, чтобы люди были послушными. Поэтому, поэтому большинство людей, их загоняют просто в систему, в такой конвейер, знаете, от детских сада, школы, институты, их к 20 годам выпускают такое, что им дальше осталось только устроиться на работу, получать почасовую оплату, и, значит, работать, раньше это было рабство, сейчас взять мошканту на 30 лет, это как суду, да, и, значит, все, ты уже не можешь никуда, ни вправо, ни влево, то есть, большинство мира, они, значит, не выбирают, чем им заниматься, их ведет общество. Теперь, но те люди, которые выбирают, у них есть, в принципе, есть у них три пути, три главных пути. Первый путь, это постигать мудрость, разобраться, кто я, зачем я, как работает мир, и двигаться по пути, вот то, что мы сейчас изучаем Тору, это мы двигаемся по пути, развиваем мудрость, хотим понять, как работает система. Второй путь, который выбирают люди, которые вырвались из, прямо есть такая даже игра, есть, называется крысиные бега, что типа, это была игра монополия, потом ее переделали в кэшфло, а потом сделали ее, назвали крысиные бега, что она приучает людей к мышлению предпринимателя, который выходит из общих вот этих вот схем, и он как бы создает какие-то новые возможности. Это второй путь к деньгам, да, то есть, стремиться к деньгам. И третий путь, он сегодня открылся, третий путь, это люди стремятся к славе, соцсети, то есть, они хотят быть на виду, и сейчас действительно любой какой-то человек, который, в принципе, научился пользоваться телефоном, он может добиться миллионных каких-то последователей, они смотрят за его жизнью, наблюдают. Вот три пути. Значит, говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, он говорит, не старайся разбогатеть, отходя от занятий мудростью, потому что в итоге, если ты, даже ты будешь стремиться разбогатеть, и ты разбогатеешь, но ты оставишь мудрость, ты все потеряешь. Об этом очень сильно рассуждают в Коэлите, и я сейчас с Божьей помощью заканчиваю, без ратышем, уже заканчиваю комментарии, ну, половина уже, почти половина, комментарии Коэлит, чтобы сделать тоже бот, выпустить книгу, кстати, вы тоже можете присоединиться, если вы хотите присоединиться и стать, ну, я думаю, на этой неделе я запишу, значит, видео о том, как стать партнером в издании Коэлит, чтобы так же, как Мишли, мы могли изучать, там 12 глав, на каждую, на каждую главу, на каждый отрывок будет комментарий удобный, чтобы можно было изучать в Телеграм-боте, ведь я сейчас над этим работаю. Там царь Соломон, он очень четко объясняет суть, что те, кто гонятся за богатством, это путь в пустоту, там больше проблем, чем реальных радостей и достижений в жизни. Но здесь он говорит просто и понятно, что не аль-тига, не слишком стараясь разбогатеть, отдаляясь от бины. Нужно обязательно каждый день учить Тору, и тогда она тебя будет охранять на пути бизнеса. 17-й отрывок, да, 17-й отрывок, он продолжает эту же тему, значит, и дает нам следующую формулу, да, такая следующая формула. Аль-икане-либеха-бахатаим ки-им-бэ-ра-та-шем-кола-йо. Значит, пусть не завидует сердце твое грешникам, а только трепету перед Богом весь день. Значит, у человека встроено, тоже это он говорит в Каэлике, в Экклезиасте, он говорит, что все, даже самые хорошие дела в мире, сделаны из зависти человека перед ближним своим. То есть, у человека с детства встроена такая внутри система хотеть то, что есть у ближнего. И в 10 заповедях написано не возжелай того, что есть у ближнего. Именно потому и написано на скрижалях в 10 заповедях, что у человека есть настрой возжелать. Теперь, когда человек возжелал то, что есть у ближнего, у него есть два пути. В Экклезиасте объясняет царь Самон, что тот, кто возжелал и сжал свои руки, ничего не делает, то он съедает свою плоть. То есть, его зависть, она разъедает его мозг, его жизнь, и он, но только вредит. Вариант, это когда человек возжелал то, что есть у ближнего, но он не забирает, а он начинает эта зависть, дает ему мотивацию действовать, он хочет научиться так же, он хочет стать лучше, обогнать и так далее. Это царь Самон говорит, что даже самые хорошие дела сделаны, потому что кто-то увидел, как кто-то делает добро, учит Тору, выполняет заповеди, дает сдаку, и он говорит, я еще лучше сделаю. И даже в хороших делах есть примесь вот этой вот зависти. Теперь здесь он нам говорит уже формулу. Мишли, это как бы практическое выражение мудрости, и он говорит, надо завидовать не грешникам, да, которые показывают в инстаграме, что у них вся хорошая жизнь, он говорит, это иллюзия. Надо завидовать качеству, которое называется трепет перед Богом. Вообще надо завидовать не результатам, а качествам, которые приводят к результатам. То есть если ты завидуешь результатам, это бессмысленно и плохо, но если ты видишь, что этот человек, у него есть трепет перед Богом, он богобоязненный, этот человек настойчивый, этот человек собранный, этот человек аккуратный, этот человек значит обязательный, да, то вот качеством ты можешь завидовать. Почему? Потому что любое качество человек может у себя выстроить. Это вот эта житейская, эта мудрость царя Соломона, то, чему надо завидовать, и то, от чего зависит жизнь человека. Качество характера, который ты можешь ежедневно в себе вырабатывать кропотливой ежедневной работой. Вот это вот он сказал, и самое главное качество ирата шем, страх перед Богом, трепет перед Богом. Почему? Потому что трепет перед Богом, он до этого сказал в начале Мишли, это основа познания. То есть когда ты включен в то, что есть творец мироздания, хозяин мироздания, от него все зависит, и ты реально понимаешь, что каждое твое действие, каждое твое слово, оно связано каким-то образом с Богом, то это дает тебе включение, такую осознанность, включение в познание, от которого потом происходят все остальные хорошие качества. И последний, двадцать третий отрывок, давайте мы посмотрим сегодняшний. Значит, истину приобрети и не продавай, хохмау мусар убена, хохму приобретай, мусар это моральную дисциплину, и бену вот это вот как раз логику сообразительность, глубинное постижение мира. Значит, он ему говорит, царь сам он говорит каждому из нас, истину приобретай, что имеется ввиду? Ведь все, что есть ценного в этом мире приобретается через усилия. И как человек приобретает какие-то материальные ценности, он их приобретает, они становятся его, точно так же нужно приобретать мудрость. То есть ты должен в нее вложиться своими усилиями, и когда ты приобретешь истину, эммет это истинный взгляд на мир, да, истина, настоящая объективная реальность, которая отражена в Торе, тогда значит у тебя будет все хорошо, и не продавай ее, не меняй ее на что-то другое. Я здесь, вот если у вас есть такая книга, видите, здесь такая сносочка, я привел здесь по этой сносте статью. В книге есть очень много дополнительных материалов, книги на сайте, которые, на сайте в экран. Если вы наведете телефон, зайдете на эту статью, и тут есть ссылочка тоже, то там есть история семьи Высоцкий. Если кто-то зайдет в магазин, он увидит обязательно на полке с чаями чай Высоцкий. В Израиле это вообще там 70% чаев, в мире я не знаю, но они очень большое место занимают на полках чайных. Так вот, семья Высоцкий это очень интересная история, основатель этой семьи, он еще в Российской империи, он был монополист, самый главный торговец чаем, и он учился в Ешиве Воложен, это была первая Ешива, которая основала Равхаем из Воложена, который был учеником Веленского Гаона, и первый Высоцкий, он учился, Вольф его звали Высоцкий, он учился в этой Ешиве, потом он учился у раби-истроля Салантера, основателя Мусара, движения, вот эта моральная дисциплина, и потом он начал, стал купцом, миллиардером, и потом, интересная история, будет время, прочитайте, но здесь как раз эта история, иллюстрация того, что он приобрел вот эти вот все высшие интеллектуальные возможности, которые дает Тора, и он это поменял потом на успех то привело, вы прочтите, будет интересно. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, хорошей недели, чтобы мы в эту неделю очень много изучали Тору, чтобы сейчас на этой неделе будет 9 ава, 9 ава это день разрушения первого храма, второго храма, интересно, что на этой неделе я узнал, что оказывается это храм, настоящий храм не разрушен, разрушена только его внешняя часть, что изначально царь Самон построил внизу подземный храм, в который было специальное место, куда сносится Ковчег Завета, и за 22 года до разрушения первого храма Ковчег Завета был спущен в то место, которое было приготовлено для него, и он сейчас там находится под землей, и ждет, когда третий храм будет построен в наши дни, чтобы мы все об этом молились, и тогда наступит мир во всем мире, все, значит, перекуют мечи на оралы, не знаю, на штуку оралы, но мечей не будет, оружия не будет, и мы с вами, я думаю, застанем, я уверен, что мы застанем это время, потому что все уже искусственный интеллект наполняется вся земля знанием, и, значит, это явный такой знак прихода Машеха, кстати, есть на нашем телеграм-канале, и на сайте появился раздел, который называется интер-ньюс, интер-это как вглубь новостей, и мы берем новости, и в этих новостях даем им объяснение истории, и это очень интересный раздел, подпишитесь, мы там находим такие новости из области науки, из области, которые показывают, что сейчас вот все уже, мы приближаемся к приходу Машеха, интер-ньюс, такой раздел, и мы сейчас тоже хотим его развивать, и вы можете стать партнером в любой деятельности, то есть вы можете во всех наших активностях быть партнером, быть партнером Ваикра, или другом Ваикра, или спонсором Ваикра, вы можете зайти на наш сайт и выбрать свое участие во всей нашей деятельности, и вы когда на небе вас спросят, чем ты занимался, а вы скажете, а вот у меня вот доля Ваикра, видите, сколько они делали, 50 тысяч часов изучения Торы в месяц у нас примерно сейчас есть, если взять по всем каналам, сколько люди изучают Тору, и вы можете быть партнером во всем этом, то есть духовная сила невероятная, поэтому обратите внимание на эту возможность стать, у нас есть три варианта, быть друг Ваикра, это 18 долларов в месяц, партнер Ваикра это 100 долларов в месяц, и спонсор Ваикра это 180 долларов в месяц, и вы партнеры во всей нашей активности, то есть вы как бы становитесь акционером всей нашей деятельности, а у нас много планов по развитию, потому что мы хотим, мы хотим увидеть храм, хотим, чтобы пришел на шеях, и хотим, чтобы в мире был мир, и я верю, что от нашей с вами деятельности это зависит. Все, всем удачи и успехов, до завтра, в 10 утра с Божьей помощи встречаемся. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ДамTorzok